приветствую друзья вот хороший вопрос такой который касается многих написал мне там школе чек будущего homo futurus василий троицкий спасибо главное что я ищу во всех психотехниках для это прикладное применение для жизни для решения сложных вопросов а без боли вами настрой на успех любой пример любое успешное применение любой даже самой непростой ситуации я вот прочитал это письмо и сразу вспомнил у нас же есть разгрузка с перезагрузкой где можно выработать такой прививка против стресса прививка против стресса на все случаи жизни чтобы стресс на оборот включал у вас состояние глубинной безмятежности состояние уверенности с которым легче все дела решить естественно когда ты веришь что у тебя получится так у тебя и получается вот теперь значит я вспомню слушай интересный когда значит у меня был гостях в центре защиты от стресса в москве приехал из волгограда мой приятель друг профессор юрий буров и он значит мне говорит слушай а хочет я телепатию покажу ну давай это же интересно мне саму я всю жизнь интересовался есть телепатии или нет ну и тут у меня Юра говорит хочет я покажу реально я говорю ну давай покажи он говорит на пригласи кого-нибудь там из своего там зала там кто-нибудь там сидит там увидел но я пригласил молодого человека мы сами были молодые значит и он значит говорит этому человеку как тебя зовут он говорит костя ну костя встань пожалуйста вот так вот передо мной ну и костя встал перед горовом и горов говорит закрой глаза он закрыл глаза могут расслабься он расслабился потом горов говорит мне так моргает типа смотри а сам начинает рукой вот так вот делать а тоже не видит ничего он стоит и вдруг начинает этот молодой человек покачиваться покачиваться и в этот момент юра делает вот так вот этот начинает качаться в эту сторону юра делает вот так этот качается в другую сторону и потом я рассказал несколько слов вот прививка против развития ты теперь будешь везде где встречаешься чувствует себя уверенно да но и внушил ему словами это тоже самое но при этом получилось как внушил ему это словами трансовом состоянии потому что я то видел что человек начал покачиваться вслед за его движениями и вошел в этот раз и вот теперь я вам расскажу в чем там на самом деле было дело на самом деле на самом деле если вы сейчас станете а это условие это условие определенные которые являются детерминатором вызывающим определенное состояние но если вы просто встанете сейчас закройте глаза ну вот станьте сейчас закройте глаза но если вас будет немножко покачивать чтобы не боялись сайте там около дивана но чтобы в случае чего чтобы не пугались что вас покачивает потому что пойдет расслабление чтобы сразу не сковываться не цепенеть от неожиданности но это же первые рефлексы оцепенения уже знаете что инстинктивный страх вызывает оцепенение или там система такая работает мозги рефлексы защиты самосохранения оцепенения или бей или беги вот здесь вот как раз таки что происходит вы сейчас увидите встаньте закройте глаза расслабьтесь сколько возможно сейчас вы получите прививку против стресса мало того что прививка против стресса вы заметите что после этого упражнения все ваши вопросы над которыми вы долго думали пытались найти ответы все задачи ваши они после этого упражнения начнут лучше решаться даже если у вас где-то болит нога или рука или спина то вы заметите что после этого упражнения будет меньше болеть будет легче вы будете более здоровыми потому что там действительно не просто просто прививка против стресса происходит там происходит еще включение внутренней аптеки когда сосудики мозга снимается спазм кровь обогащается больше кислородом включается эндорфины вместо адреналина в концентрация в крови меняется в сторону эндорфинов появляется такая легкость такое чувство безбитежности такая пустота внутри такое ощущение успокоенности глубинного блаженства безмятежности тогда вот встаньте расслабьтесь закройте глаза и и и внимание наблюдайте в этом состоянии неустойчивого равновесия вы же расслаблены закрытыми глазами в ожидании чего-то в этом состоянии неустойчивого равновесия тело начинает слегка покачиваться а вы себя отпускаете туда куда вас тянет вот это способ пристройки это способ когда вы создали с помощью вот этой детерминации характерное состояние для каждого в этом состоянии неустойчивого равновесия до любой человек будет покачиваться а если он еще ожидает чего-то он одновременно покачивается и в то же время сама ждет а тот вы пристраиваете сами к себе это есть это очень хороший способ для того чтобы соединиться с самим собой то есть это ключ к себе чтобы выйти на этот внутренний резонанс чтобы потом я вас научу сейчас чтобы потом вы могли этим состоянием управлять то есть это как бы адаптация к своему состоянию биологическая обратная связь то есть вы встали закрыли глаза это состояние неустойчивого равновесия а ножи трансгенные трансгенные и в этот момент в этот момент вы прислушивайтесь себе куда вас тянет назад вперед вправо или влево прислушивайтесь куда вас тянет то есть вы адаптируетесь к этому состоянию до прислушивайтесь прислушивайтесь и в этот момент это состояние увеличивается увеличивается потому что я подключил ваше осознание к тому что происходит на самом деле в заданных обстоятельствах создаю синхронизацию адаптацию к тому что происходит но уже на сознательном уровне и вот вы сейчас прислушивайтесь куда вас тянет и очень важно отпускайте себя туда вот это есть синхронизация отпускаете себя туда отпускайте 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 не бойтесь в защищенных обстоятельствах защищенных условиях я вас защищаю ну да и вас начинает покачать вас начинает покачать а в этих самых условиях которые я вам сейчас делаю для того чтобы сами себе это делали на самом деле юра тогда город сидел и замечал куда его начинает качать хвостю и он туда и вел руки а мне казалось со стороны как будто он его качает вот вся телепатия ну вот что а вы сейчас это делаете я сразу раскрываю секрет что никакой телепатии то на самом деле нету просто есть пристройка юры к тому что происходило на микро уровнях он сразу замечал куда начнет качать и он туда сразу руки человек посторонний наблюдатель который вот этой детекции не знает на микро уровне этих сигналов он думает надо же юра его ведет а на самом деле он сам качается автоматом прислушивается к себе его качает все больше он ходит трансгенные состояния вот это трансгенные состояния можно назвать по-другому аутогенное погружение или альфа состояние или самогипноз или самогипноз и в этом состоянии он ходит туда ходе туда в это состояние и ты Ты сейчас входишь сюда, покачиваешься, если ты отпускаешь себя туда, куда тебя тянет, ты пристраиваешься сам к себе. Возникает синхронизация, еще раз повторяю. И наступает состояние, когда тебя больше раскрачивают, больше раскачивают, и тебе отдаешь туда круговое движение. Теперь ты уже начинаешь, присосовывавшись к тому, что происходит, подключившись к тому, что есть на самом деле, ты начинаешь управлять этим процессом. Ну, это же есть ключ, это сейчас начинается развитие у тебя этого состояния. Все глубже-глубже погружаешься в это состояние, погружаешься, 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 и выходишь на такое состояние безмятежности, и голова становится пустая. На душе так спокойно, такое глубинное спокойствие, такая безмятежность. Ну, такая безмятежность, когда тебя ничего уже не волнует, все отпустило, это разгрузка. Это как раз разгрузка, когда все нейронные связи, которые были, расцепились, освободили место новому. Но, и сейчас я тебе скажу, что когда бы ты не был, где бы ты ни находился, в любой ситуации, если у тебя раньше нога болела, или рука болела, или что, или ты ждешь операции, или ты ждешь какого-то выступления своего, или экзамена, или встречи с каким-то большим начальником, перед которым ты напрягаешься, пасуешь, то ты сразу вспомнишь автоматически, вспомнишь автоматически вот это упражнение, и у тебя сразу появится внутренняя легкость, сразу появится раскованность внутренняя, раскрепощение. Ты почувствуешь себя таким легким внутри, как будто выпил 50 градусов. 50 градусов – это что такое? 50 градусов вина – это что такое? Это вот у нас внутри эндорфин включился, эндорфин включился. Концентрация адреналина в крови снижается сейчас, а эндорфина повышается. Эндорфин – это внутренние наркотики, эндогенные наркотики, в чистом виде, который вот когда у человека его не хватает, эндорфина, он пытается пить вино, искусственный заменитель, а вам пить не нужно. Зачем? У вас есть внутренняя аптека, она включается сейчас, это способ качать эндорфин. Это прекрасный способ просто любого стресса. Это прививка против стресса. Вот сейчас она вырабатывается, потому что вся нейронная сеть, она освободилась. Узелочки все развязались, условно говоря. И сейчас мозг свободен для того, чтобы принять новые, создать новые связи нейросети, которые вам будут помогать всегда и везде, в любых обстоятельствах, в встрече с любым стрессом, в встрече с любой неожиданностью. Вы будете вдруг чувствовать себя легко. Мы соединили сейчас ранее несоединимые. Мы соединили перенапряжение стресса, мы соединили с глубинным расслаблением. Это новая связь, это новая стратегия в жизни, когда вы выходите на любой стресс, даже иногда будете искать стресс для того, чтобы получить этого помощника. Потому что стресс у вас теперь будет. Прививка против стресса. Стресс у вас будет сейчас любой, будь то хирургическая операция, будь то встреча, будь то перед выступлением. Стресс сам будет включать состояние глубинной безмятежности, внутреннего раскрепощения и уверенности. Я почему повторяю? Потому что это очень важно для вашей жизни, потому что у вас появляется новая жизненная стратегия, новый навык воспринимать стресс как помощника, который вам будет давать уверенность. 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 Это же есть ключ в себе. Мы сейчас создаем условия, когда вы вырабатываете новые отношения к жизни. Чем больше стресса, тем больше сил. Это новая формула. Это новая формула. Чем больше стресса, тем больше сил. Запомните эту формулу. И встречаясь с любым стрессом, вспомните, чем больше стресса, тем больше сил. И получаете вы это в момент разгрузочного состояния, трансгенного состояния, аутогенного погружения. Это медитативное состояние, это чудесное сокровенное состояние, когда мозг свободен, когда вы можете туда заложить то, что сами хотите. И оно мгновенно трансформируется в новый навык, в новую установку. В новую установку в жизни. Чем больше стресса, тем больше сил. И поэтому боль, страдания, травма исчезают. Исчезают. Повторяюсь, перед любой хирургической операцией, перед любым там боевым каким-то поединком спортивным, перед любым выступлением на сцене, перед любым экзаменом. Вспомните это упражнение. Внутри себя вспомните, как вы стоите сейчас, как получаете эту прививку против стресса. Слегка-слегка раскачиваетесь. Вы можете добавить туда любое маленькое движение. Например, чуть-чуть напряг плечо и отпустил. Да, или, например, представил, что рука поднимается, и она начинает всплывать. Всплывать. Или вы можете вспомнить. Вот сейчас соедините. Соедините ранее несоединимое. Если вы этого не умеете делать, соедините. Что в любой ситуации, если у вас возникает страх, суета мыслей, напряжение, перенапряжение, депрессия, если у вас возникает дискомфорт, сразу вспомните это состояние, вспомните это ощущение, вспомните то, что я говорил вам. И у вас появится такая безмятежность, и вместе с этим такая глубинная уверенность, что после стрессов все ваши задачи решаются проще, быстрее и лучше. Вот в этом такое большое событие в жизни. У вас новая стратегия жизни. Вы сами потом будете искать стресс. Да-да, вы сами будете искать стрессы, чтобы получить этого мощнейшего помощника, потому что вы уже научаетесь сейчас трансформировать энергию стресса, использовать энергию стресса в собственных целях для своих новых достижений, для своих новых произведений. Вы после этого будете чувствовать, что у вас происходит какое-то развитие новых качеств и возможностей, новых способностей. И у вас многое в жизни улучшится. Это шаг в будущее. У вас многое в жизни улучшится. Качество жизни меняется. Качество жизни улучшается. Вы начинаете понимать и чувствовать, как прекрасна жизнь. Что вы можете, то, что вы раньше не могли. Да, это прорыв, это революционный метод, с помощью которого вы входите легко в состояние, которого вы раньше боялись. В стресс вы входите. И черпаете оттуда энергию, как стресс-трамплин. Это элемент ключ-2, как стресс-трамплин. Это и прививка против стресса, и стресс-трамплин для вашего развития. А теперь, пожалуйста, когда вы покачались немножко, пожалуйста, сядьте. Сделайте взгляд рассеянный, рассеянный, насколько это возможно. И пустите мысли на самотек. Это так называемая стадия постедействия. И посидите так 5 минут. В этом состоянии, в стадии постедействия, происходит закрепление полученного навыка. Автоматически. И вот я отвечаю Василию Троицкому. Вот он пишет. Спасибо. Главное, что я ищу во всяких психотехниках. Это прикладное применение в жизни для решения сложных вопросов. Обезболивание, настрой на успех, любой пример, любое успешное применение, любой даже самой непростой ситуации. Вот тебе, пожалуйста, один ключевой прием. Элемент ключ 2. Ты встал, расслабился сколько ты мог, закрыл глаза, то есть создал себе состояние неустойчивого равновесия. И наблюдаешь за собой, куда тебя тянет назад, вперед, вправо или влево, и отпускаешь себе туда. И отпускаешь себя туда. Я повторяю, чтобы ты запомнил на всю жизнь. И в этот момент, когда ты отпускаешь, когда тебя начинает сильнее раскачивать, как будто ты едешь в поезде, в вагоне, в купе стоишь, тебе качает, или ты плывешь на пароходе. Да, тебе раскачивает, раскачивает, и ты придаешь этому круговое движение. Ты уже подключился к своему «я», к своей бессознательности, и начинаешь управлять этим процессом. Таким образом, ты обучаешься через этот прием навыкам саморегуляции. Потом в жизни ты сможешь и боль снять, и травму душевную убрать, освободиться от нее, разгрузиться и настроиться на успех. Вот тебе упражнение. Разгрузка с перезагрузкой. Прививка против стресса. Ключ к себе. Элемент. Ключ альба. До встречи, друзья. И вы заметите, что ваши травмы быстрее рассасываются. Даже на руках порез быстрее рассасываются. Даже какие-то там бородавочки, какие-то если были, они отваливаются. Это интересно. Это просто интересно. Что вы начинаете владевать собственной судьбой. Потому что сегодня произошел прорыв. Метод ключ-два. Это революция психологии. И там много таких приемов. А перебирая эти приемы и подбирая то, что тебе подходит, сам процесс поиска, какой тебе прием подойдет, ты развиваешь креатив. Развиваешь изобретательское мышление. Вот уже сколько у нас участников школы человек будущего хомофатура с приемов своих на изобретали на основе метода ключ. Так что, пожалуйста, проверяйте, делайте, экспериментируйте. Потому что это очень просто. Встал, расслабился и наблюдая за собой, смотришь, куда тебя тянет, туда и иди и начинаю потом давать этому покачиванию круговое движение. Потом сел в стадию после действия и задумался. И закрепил это навыком. И теперь этот навык тебе будет помогать всю жизнь. Без всякого упражнения. Где бы ты ни находился, тебе достаточно только вспомнить формулу. Чем больше стресса, тем больше сил. И сразу появляется внутреннее освобождение и уверенность. Вот так. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok